Владимир Путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину пообщается с россиянами. Прямая линия пройдет 14 декабря, об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на свои источники в Кремле. В этом году прямую линию объединят с пресс-конференцией Владимира Путина, об этом сообщил Песков, пресс-секретарь президента России. Оба этих формата в последний раз проводились в июне и декабре 2021 года соответственно. И эту тему мы обсудим с Дмитрием Еловским, политическим комментатором, ведущим Ходорковский лайф. Митя, приветствуем тебя. Добрый день. Добрый день. Приветствую. Ну давай начнем с того, почему они решили это объединить, эти два мероприятия. Вообще, в принципе, меня удивляет, что фараон зачем-то проводит эти линии, эти пресс-конференции, но зачем они их объединяют? Это очень хороший вопрос, на него есть несколько ответов, но на самом деле мне кажется, что Путину просто неохота лишний раз повторять одно и то же. И в целом прямая линия, которую мы наблюдали последние несколько лет, это конечно не имеет ничего общего с журналистикой, с пресс-конференцией, с какими-то острыми и важными вопросами. И он просто решил, я думаю, чтобы два раза не вставать, ну вот сразу все это и объединить. Там и там выхвощены вопросы, подготовленные люди, заранее написанные методички. В общем, все максимально стерильно, все максимально выхвощено. Я думаю, что в целом это говорит о том, что нету большой потребности в том, чтобы лишний раз Путину появляться на публике. Ну и еще какая-то спайка народа, то есть сервильные прессы, которые в России, конечно, уже, наверное, совсем даже и не пресса, а просто-напросто пропагандисты. Поэтому я думаю, тут банальная лень и некое сращивание интересов народа и интересов четвертой власти, которые, конечно, ну и те, и те, собственно говоря, не являются какими-то самостоятельными актерами и действуют только лишь как декорации, как такой звуковой или аудиовизуальный фон для Владимира Путина. Если говорить действительно о темах, которые могут подниматься на этих мероприятиях, что это может быть? Я так понимаю, что, скорее всего, все-таки будут, наверное, говорить о каких-то, не знаю, возможно, мифических успехах, я не знаю, где, в экономическом секторе, о том, что санкции полезны для российской экономики. В каком формате может пойти этот разговор? Вы знаете, я думаю, будет очень много цифр. У Путина пока что хорошая память на них. Его, видимо, натаскивают активно на то, чтобы сыпать различными успешными экономическими показателями. Я думаю, будет по минимуму войны. И я ожидаю, что будет очень много всяких философских таких загонов про то, как Россия является оплотом здравого смысла в бушующем океане мерзостей западной Европы и их нетрадиционных ЛГБТК+, транс и так далее и тому подобные идеологии. Мне кажется, что Владимир Путин пытается каким-то образом дать понять людям, что сейчас Россия – это островок здравого смысла. Что нигде больше, как в России, вот этой старой жизни, такой, как мы все привыкли к ней, ее совершенно нет и не существует. Ну и опять будет вот это все, знаете, про 37 гендеров, про, значит, транс-людей, страшилки и пугалки для несчастных россиян. При этом мне кажется, да, что от войны он как-то старается уходить. Хотя он периодически ездит в штаб российских войск в Ростове-на-Дону, но дальше вот он в последнее время пока не появлялся. Это для него, я думаю, такой красная линия, красный флажок. И от войны, конечно, люди устали, электорат не хочет больше видеть и знать и слышать про потери, про отступления и так далее. Даже брифинги военных уже стали гораздо реже. Война, я думаю, уходит, но тут Путин попал в ловушку, потому что пока война есть, он существует. И даже и победа особо не нужна, нужен сам процесс. И вот этот такой, знаете, градус невысокий, не кипение, но бульканье, да, как пишут в кулинарных рецептах, ему надо все-таки поддерживать. Поэтому периодически, я думаю, что-то там будет такое мелькать. Ну и, собственно говоря, поэтому, я думаю, мы видим сейчас то, что происходит под Лавдеевкой. И мне кажется, что Путин рассчитывает на кульминацию вот в районе этого населенного пункта как раз к своей прямой линии или к пресс-конференции. Или там встреча с партактивом у него еще будет. Может быть, там он объявит о том, что он станет президентом. В общем, война есть, но как будто на периферии. То есть, можем говорить о том, что, наверное, как-то уже вот эти нарративы забывают общество, что сейчас Путин должен выходить и их повторять. Ведь в прошлом году, если мне не изменяют память, эти мероприятия, пресс-конференцию, прямую линию их отменили. Да, их отменили, но есть определенные политические традиции, которые Путин сам создал, которым теперь ему необходимо следовать. Вот, собственно говоря, одна из них — это и прямая линия, и пресс-конференция. И видите, тут жанр как бы себя уже исчерпал, поэтому креативщики из общественной палаты пытаются сделать какой-то, как говорят молодежь сейчас, фит или микс, совместив там два каких-то жанра, двух артистов, может быть, для покойников теории заговора и двойников Путина. Вот, поэтому тут никуда не денешься. Интересно, что Путин, на самом деле, не побывал на ярмарке, на вот этой выставке данного ДНХ, выставка «Россия», которая до сих пор сочится из всех телеэкранов. Эти сочные картинки с плазмами, с экранами, с курортами Херсона, с углем Донбасса. В общем, Путина там почему-то еще не было. Хотя я ожидал, что он приедет туда на открытие в районе 4 ноября, и именно там скажет о том, что будет участвовать. Но вот ему не хочется пока туда ехать. Хочется в комфортной, еще раз повторю, стерильной среде выступить в большом телевизионном жанре. Но я думаю, мы там увидим Путина больше как такого, знаете, историка-любителя, историка-надомника. А не в роли полководца и, не дай бог, конечно, не в роли какого-то экономического решавы. Митя, выборы, президентские выборы, будет он об этом говорить? Будет ли как-то стимулировать своих избирателей? Сакен, ну я думаю, что он в целом только этим и занимается. Что стимулирует своих избирателей. На самом деле это чисто формальность предвыборная кампания, в которой он должен объявить участие. Конечно, он как политик не слезает с телеэкранов, передавис газет, ну что тут говорить. На самом деле дело за малым, но тут я думаю, он возьмет такую большую, хорошую мхатовскую паузу. Немножко пощекочет нервы самым недоверчивым. Может быть, добавит какой-то пищи для мозгов политтехнологов и политологов, которые будут гадать и думать, вот когда же он это сделает. Но на самом деле мы знаем, что он это сделает, что преемника он пока что вместо себя не выдвигает. Ну просто вопрос остается как бы где, когда и как. Ну я не думаю, что нам долго остается ждать, потому что выбор это уже совсем у нас, уже совсем скоро. В марте уже осень заканчивается и остается буквально три месяца. На самом деле уже пауза затянулась. Я думаю, что в самое ближайшее время, может быть и до вот этих мероприятий, он выскажется. Мы знаем, что в последнее время он очень любит, чтобы его о чем-то просили снизу, вот низовые такие инициативы. И неважно, это или народ, или это подчиненные, или это Министерство обороны. Но вот он сам как будто реагирует уже в основном на просьбы, на призывы, не является при этом самим каким-то источником своих решений. То есть таким образом он как будто прокладывает себе какую-то подушечку, как будто буфер, и с нее как бы прыгает. Ну вот подождем, посмотрим. Может быть будет какая-то, лично я думаю, будет какая-то встреча с народом, где у него якобы так не запланировано. Вот как была в Дербенте, если помните, в Дагестане, не так давно, когда он, презрев все занудные ковидные ограничения, общался с народом, не соблюдая никакую кремлевскую ковидную дистанцию. Вот я думаю, будет что-то такое, где у него спросят, ну вы же нас не бросите. Скажут, ну как же я вас брошу? Ну и что это значит, президентом-то вы нашим еще и побудете? Пойду на выборы, да. Мне кажется, так как-то будет. Дмитрий, то есть я правильно понимаю, что сейчас для хозяина Кремля важна какая-то такая имитация демократии и какое-то подтверждение верности от верноподданных, позволю себе такое выражение. Зачем ему это? Да, это некий общественный контракт, который, несмотря на войну, несмотря на провалы в экономике, он продолжает действовать. Конечно, Путину важно быть с людьми, важно продолжать играть свою роль харизматикой, потому что давайте не будем забывать, что приходил он во власть молодым лидерам, у которого на самом деле была довольно сильная харизма, которая существует независимо от его каких-то высказываний, действий и так далее. Я думаю, что ему этот имидж такого мачо надо периодически будет обновлять. Ну, как бы людям это надо, тоже народу это надо. Народ волнуется, когда там подолгу не видит президента, подолгу там что-то с ним не происходит. Это все равно же как-то откладывается. Это как любимый сериал, который у вас вдруг прекратил выходить на самом интересном месте. Поэтому, да, я думаю, Путину это важно. Он мнит людей и народ, ну, в том числе и как источник своей силы, источник своей власти. Поэтому встречи будут проходить, встречи обязательно будут проходить. И мы видели сейчас его поездку в Казахстан, кстати говоря. Она была очень скучная, ничего интересного он там не сказал. Единственное, вот, да, то, что все растащили на цитату, что он опять там оговорился, произнося имя и фамилию отчества казахского лидера. Вот, я думаю, таких встреч будет мало. Они смысловые, они наполнены каким-то содержанием, там обсуждаются контракты, межгосударственные отношения, экономические. Я думаю, что сейчас все больше будет такой, скажем так, популярной политики. Мить, как правило, эти прямые линии и пресс-конференции, это всегда была еще и демонстрация, ну, скажем, того, что Путин может часами говорить, слушать, отвечать. Да, заученные фразы, все срежиссировано. Но длилось это часами, как ты помнишь. А как ты думаешь, в этот раз будет, это так, плавно перейдем к тому, в состоянии ли он 4-5 часов сидеть перед камерами и отвечать на заранее приготовленные вопросы? Так, ну, телемедициной заниматься совсем не хочется. Но я думаю, что Путин тут опять-таки в своей ловушке, потому что сильно сократить хронометраж своих выступлений он просто уже не может. Народ тогда подумает, а что это он, вот в тот раз там 4 часа нам задвигал, а сейчас там всего 40 минут. Поэтому я думаю, что надо держать марку, надо продолжать выступать. Фидель Кастро до последних дней своих мог выступать часами. Мне кажется, что Путину это тоже важно. Ну и важно его, собственно говоря, аппаратчикам, его команде. Поэтому я более чем уверен, что это будет, ну, скажем так, масштабно, и это будет монолитно, это будет долго, занудно. Ну, в общем, надо будет приготовиться. Ну, опять же, не исключено, что Владимир Путин может и отменить прямую линию с россиянами в случае отсутствия побед на фронте. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны. По информации аналитиков, именно поэтому пресс-секретарь Путина Песков умышленно им не называет точной даты прямой линии. Она фигурирует лишь в СМИ. Напомним, что в прошлом году пресс-конференция Путина была отменена как раз в связи с информационными рисками. И неготовностью Путина отвечать на сложные вопросы о войне. Аналитики пишут, что если российским оккупантам все же получится заполучить незначительные успехи на фронте, тогда это будет оформлено как раз как оперативная победа. В противном случае прямой линии пресс-конференции просто не будет. Вот вы уже, кстати говоря, упоминали, но тут, наверное, просится пример с Авдеевкой. Мы видим, насколько активно туда сейчас пытаются потянуть какие-то силы, насколько там сейчас пытаются продвинуться российские оккупанты. Действительно, может ли неудача, например, на этом участке, либо на каком-то другом, возможно, прорыв? Ведь мы помним, что контрнаступательные действия идут и на юге Украины. Украинские войска продвигаются к оккупированным территориям. Насколько это ставит под угрозу вот это большое масштабное такое выступление Путина? Вы знаете, я думаю, что американские коллеги очень сильно сбуждаются, потому что они думают, что Путину необходимы победы, необходимы какие-то населенные пункты, города, маневры. На самом деле это все нужно, но только для западного политика. Путин может придумать что угодно. Он может создать какой-то город только на картах Минобороны и Генерального штаба и по-быстренькому его взять, сказать, что там проживает 4 миллиона, город теперь наш, мы вошли, нас встречали дети, цветы, российские триколоры, и, собственно говоря, теперь вот это наша победа. Потом там, кстати, может что-то случиться, уйдут оттуда, или жест доброй воли какой-то очередной, или перегруппировка. Мне кажется, что это все совершенно не важно. Авдеевка важна скорее для Минобороны, для Шойгу и для Герасиму, которому нужен свой бахмут после того, как ушел из жизни Пригожин. Вот это место, оно до сих пор пустует талантливого русского полководца, который берет города и, собственно говоря, готов лить литры крови и устраивать мясные штурмы. Давно не было никаких ярких побед, но, опять-таки, я не думаю, что этот путь нужен. Если он решит вообще от войны откреститься, то просто как бы полкасательно и пройдет по этой теме, и никакой Авдеевки, никакого бахмута, ничего не будет. Будет только рассказ о том, как в новых регионах строятся школы, сады, поликлиники, больницы. И про то, что не было выбора, и про то, что, значит, укронацисты под влиянием своих американских хозяев не оставили нам никакого шанса, но мы сейчас им там покажем. Я вот, мне кажется, уже сам могу, на самом деле, писать речи для Путина. Последние были довольно скучные. А вот, кстати говоря, вот эти, как это называют, Путиновые регионы, на самом деле, оккупированной территорией Украины, будет он, конечно, как витрину пропаганды такой показывать, а старые регионы, как там дела, и будут ли они говорить на этих пресс-конференциях и прямых линиях? Ну, будут, конечно, а куда же они денутся? Это же прямая линия, которая подключает людей из разных регионов, да, но, вы знаете, на самом деле в российской экономике есть проблемы, но все не так плохо, как ожидалось Западом, который принимал экономические санкции. И тут, на самом деле, Путин не есть чем похвастаться, чем гордиться. К тому же огромный импульс развития экономики дала война. Очень много людей работает в военно-промышленном комплексе. Военные станки запущены на полную. А они работают во многих старых регионах. И там, собственно говоря, государство, будучи главным, или там компания, аффилированная государством, да, является главными работодателями. Поэтому я думаю, что там все будет хорошо. Я думаю, о них тоже будут говорить. Но, конечно, новые регионы, это, да, отжатые, аннексированные регионы Украины. Вы правильно меня поправили, совершенно верно. Это одна из витрин. Говорят о них, как о вернувшихся в родную гавань. Считают, сколько тысяч квадратных километров приросло к России. Насколько численность России увеличилась после оккупации этих регионов. Но лучше бы говорили, насколько численность России сократилась, если честно, после того, как Россия начала масштабное вторжение. Митя, в конце, последний вопрос. Мне кажется, мы немножко, знаешь, обошли с тобой международку. Все-таки он себя мнит вершителем геополитики. Как ты думаешь, какое место займет не только антиамериканизм, гей-ропа, как они все говорят, а именно то, что на Ближнем Востоке, Китай? Будет ли он какими-то такими большими фигурами оперировать в своей речи? Да, я думаю, конечно, будет. Мне кажется, с Ближним Востоком, как говорится, сегодня так и однозначно. Путин там явно нечего подъявить как свою победу дипломатическую или военную. Китай, конечно, будет. Это главное достижение российской дипломатии. Почему-то не обращают внимания на то, что китайские драконы и Пекин просто подминают под себя русского медведя и делают его своим прямым вассалом. Но, конечно, Китай как мощный экономический партнер, который сейчас буквально наводнил своими товарами, своими автомобилями теми же самыми, Россию – это одно из достижений Путина. В том числе и благодаря нефтегазовым контрактам, которые существуют с Китаем. Правда, подробностей их мы не знаем. И как многим, в том числе и мне кажется, это абсолютно робоводительские контракты, которые ставят российскую экономику в сильнейшую зависимость от Пекина. Есть еще друзья у Путина. И я думаю, что действительно он их пытается вытащить на витрину. Но вот недаром у него за последние... У него, по-моему, было три поездки зарубежные в этом году. И недаром они все, видите, пришлись фактически на осень. И, может быть, на зиму еще что-то будет. Ну, посмотрим. В общем, должен быть еще Лукашенко где-то там в ближайшее время. Сейчас был Китай, был Казахстан. И, по-моему, был Бишкек еще. Вот. Может быть, куда-то еще съездит Владимир Путин. Ну, посмотрим. Ну, конечно, да. Конечно, это все такие островки стабильности в архипелаге, который Путин пытается продать сейчас своему избирателю как архипелаг здравого смысла. Да, в Ашхабаде еще давно не был. Может, туда поехать. Спасибо тебе большое, Митя. Очень рады видеть. Дмитрий Еловский, политический комментатор и ведущий Ходорковский лайф был в нашем эфире. Оперативные новости. Эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok